Привет! Я Главная по видео, и это самая доходчивая и интересная школа компьютерной графики, в которой я научу вас отлично монтировать видео, делать анимацию и прочие интересные штуки. А для этого нам нужно будет овладеть такой замечательной программой, как After Effects. Сегодня у нас уже пятый урок, в котором мы продолжаем анимацию логотипа Хрюши против. На этот раз мы научим нашу Хрюшу ходить, как это полагается всем Хрюшам. Будет интересно. Кстати, мой мак сломался, и если угадаете в комментариях, почему, с меня приз самому смекалистому. Ну что ж, начнем. Для начала скроем все слои и разберемся, как мы будем делать эту самую анимацию. Включим Action Save, выберем инструмент Rounded Rectangle Tool и убедимся, что ни один из слоев не выделен. И удерживая Control, начинаем от центра экрана рисовать вот такой шейп. Примерно вот так. Заходим в Contents и включаем Stroke. Цвет устанавливаем белый. Сворачиваем все и сразу же сделаем два дубликата этого слоя. Нажимаем Control D. Теперь выделяем первый и нажимаем клавишу P, чтобы у нас отобразился параметр позиции для него. Перемещаем слой по оси Х примерно вот так, чтобы на пересечении получился вот такой вот круг. Теперь выбираем третий слой. Нажимаем P и перемещаем его точно так же вправо до образования круга на пересечении. У нас получилась вот такая змейка. Или, скорее, в нашем случае это будет сустав. Если мы выделим все три слоя и нажмем клавишу R на клавиатуре, у нас раскроются параметры Rotation для каждого из них. Если мы поменяем значение этого параметра, то увидим, что каждый слой независимо друг от друга повернулся вокруг своего центра, которым является для них точка Anchor Point. Давайте отменим поворот нажатием клавиши Ctrl Z. На сустав это не похоже, поскольку нужно, чтобы части вращались не вокруг своего центра, а вокруг одного из своих концов. Если на выделенном слое мы нажмем на клавиатуре A, то у нас отобразится тот самый параметр Anchor Point. Переместим его вот сюда и вновь повернем слой. Нажимаем R и поворачиваем. И мы видим, как это происходит теперь. Также мы можем сделать это, не смещая позицию слоя. Нажимаем Ctrl Z, чтобы отменить поворот, и вернуть Anchor Point назад. Выбираем инструмент Pen Behind Tool и перемещаем центр слоя. Кстати, если мы зажмем клавишу Shift на клавиатуре, то перемещаться он будет у нас только по одной из осей. Либо вертикально, либо горизонтально. Перемещаем его в центр вот этого круга и вновь повернем слой. Сделать это мы можем, кстати, не только на таймлайне, но и выбрав инструмент Rotation Tool или нажатием клавиши W на клавиатуре. Зажав левую кнопку мыши, мы перемещаем курсор. Теперь он вращается от левого края. Давайте сделаем то же самое для двух других слоев. Выберем слой Pen Behind Tool и перемещаем влево по центру круга. Выделяем первый слой и перемещаем влево. Вот так вот. Выделим все три слоя и вновь изменим параметр Rotation. Теперь нам нужно прикрепить слои друг к другу, чтобы они вращались не независимо друг от друга, а стали тем самым суставом. По примеру которого мы будем анимировать части тела хрюшки. В противном случае, перемещая тело, голова, ноги, уши и хвост, будет висеть в воздухе отдельно от него. Нам этого не нужно. И для этого в After Effects у каждого слоя есть параметр Parent, который определяет, к чему прикреплен этот слой, к какому из других слоев. Итак, нам нужно, чтобы третий слой был связан со вторым, а второй с первым, чтобы у нас получилась такая вот цепочка. Поменять параметр Parent можно кликнуть вот сюда и выбрав в списке слой, к которому он должен быть прикреплен. Выбираем второй, либо кликнув и зажав левую кнопку мыши вот на этом значке, рядом со списком. И перетянув его на слой, к которому он должен быть прикреплен. Готово. Выделяем все три слоя, нажимаем R, чтобы появился параметр вращения у всех трех слоев, и начинаем вращать. Как видно теперь, это единый сустав вращения каждой части, которого влияет на прикрепленную к нему. Ну что ж, теперь мы готовы это применить на хрюшке, соединив ее в один единый организм. Удалим наш пример и вернем слои назад. Итак, сейчас наше тело вращается само по себе. Отменим это и начнем прикреплять к нему все остальное. Уши с головой, голову к телу. Теперь ноги и хвост. Теперь все крепится на теле. Попробуем повернуть тело, чтобы убедиться, что все остальное поворачивается вместе с ним. Также нужно переместить параметр Anchor Point у всех слоев в точку, вокруг которой эта часть тела будет вращаться. Сейчас, если мы попробуем повернуть уши или хвост, вращаться они будут вокруг центра экрана. Нам это не нужно. Отменяем. Выбираем инструмент Pen Behind Tool и перемещаем Anchor Point у всех слоев по очереди. Начнем с тела. Центром вращения тела будет область таза. Где-то вот здесь. Голова будет вращаться от начала шеи. Предположим, это будет вот тут. Теперь ноги. Ноги вращают, собственно, оттуда, откуда они растут. Вот примерно вот отсюда. И для всех остальных ног делаем то же самое. Ну и хвост к попе. Отлично. Проверяем, поворачивая каждый слой. Ну вот. Теперь хрюшка может шевелить ушами, хвостом, кивать и передвигать ногами, не рассыпаясь при этом на части. И также теперь она готова к тому, чтобы сделать свой первый шаг. Но этому мы научим ее уже в следующий раз. Так что до скорой встречи, ребят. Пока.